Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня и греши. Аминь. Как-то в беседе с одним сященником, с которым я познакомился при необычных обстоятельствах, я подошел к нему и сказал, Батюшка, сказано, младший, безусловно, благословляется у старшего, и попросил у него благословения. А потом задал вопрос, А вот у вас в храме проповедуют Слово Божие в том ракурсе, чтобы его переводили с церковнославянского языка на русский. Но как читается послание апостола, или притча царя Соломона, или что-то из пророков, то обычно оно на богослужениях в проповеди не толкуется никем. А у вас как это принято? Но он посмотрел и мне сказал, А ты, говорит, не из сектантов, случайно? Вот такой сразу был ответ. Говорю, нет, я просто читаю Слово Божие. И спросил, а у вас как это дело поставлено? Он ничего на это не ответил, а сказал так, что давай мы с тобой чуть попозже встретимся, и встреча наша состоялась. Вот он мне говорит, вот ты изучаешь Слово Божие, у тебя это вроде как получается, но тебе не достает мне молитвы, правильно молиться. И мне говорит, было видение, чтобы тебя этому научили. Ты, говорит, можешь этому верить, можешь не верить, но так было. Вот что можно сказать по поводу таких вот сообщений, что у человека было видение о том или ином человеке. Вот как это на веру принимать? Не принимать. Я и не отрицал это, и не подтверждал. Ну, проверка, как всегда, Слово Божие. А что значит видение? Одно дело рассуждение, а другое видение. Значит, человек святой, если ему такие видения, но святые предупреждают. В абсолютном большинстве, может, 99 процентов, Серафим Саровский об этом говорит, это от лукавого. Лживые монахи. Лживые. Настоящих монахов очень мало единиц. Актеры остались, как Игнатий Бричинин говорит, а актер ничего не сделает. Батюшка вам сказал, ну, а с этого вопроса нет. У нас все на русском языке. Притчи считаются на русском, это по риме и называется. Новый Завет, Деяние, Евангелие, Послание в Исламе, Сыршите. И вчера тоже были из епархии московского патриархата, и они читали по-русски. Все. Дома он читает так у себя, по-славянски, он считает по-русски. И когда символ веры пели, пели, я сегодня посмотрел, он стоял рукой, махал. И Духа Святаго, Господа Животворящего, а у нас, по-другому, Духа Святаго, Господа Истинного. Слово истинное безумно выбросил Никона. Патриарх, реформатор. Оно должно быть. Бога истина от Бога истина, а на третье лицо слово истина отбросили. Когда грех против Духа не прощается. Тут за этим многое что-то стоит. И мы-то сказали, написали в Синод, они говорят, какая-то равнеспасительная. Но мы знали, мы все равно стали считать, но нам официально разрешение. Разрешение, как бы, или утверждение, или уведомление. Больше о чем поговорить. Мы к батюшке обратились правильно. Не надо только углубляться во что-то, за что он может засыпиться. Случайный сектант. Случайно сектантом не бывает. Это бывает человек, который истосковался по добрым отношениям, божественным отношениям друг с другом. Ищет общество. Это не случайно, это поиск. Случайно стать сектантом это во сне может. Случайно не рождает. Есть потуги. И дальше уже вода отходит. И здесь все ушло. Как Мартин Лютер, как вместе с водой из таза выбросил младенца. Но этот вопрос отмечать мне еще батюшка не ответил. Заниматься он не будет. Зачем? С него спросится за службу. В самом корне, в самом основании православия заложено не евангельское, а именно мы уже святые, мы божественные. Хотя я говорю грешный, грешный, грешный я Господи помилую. А все богослужение это направлено на признание того, что ты спасен. Только оно не выражается в словах. Везде словословие ты. А от грешника Бог не слушает. Вера от слышания. Слышание Слово Божие его нету. На этот вопрос батюшке ничего не надо было отвечать. Все, с сегодняшнего дня давай вдвоем будем готовить. Выйдем на улицу, там ты спас, благовествуй. Я в одном месте был, но священник опасался меня. Ну, говорит, сейчас кончится, в ограду выйдут все. Ну, в ограду вышли, и в другой храм приехали точно так же. И священник этой разной епархии. Ну, я и на улице начал говорить. Все, ничего нету. Ну, и вот, видя, что вторая встреча у нас была уже, он был одет в гражданскую одежду, пиджак, рубашка. И вот мы с ним расставаясь, я сказал, мне известно от знатоков, что расстегнутая пуговичка на рубашке означает признак принадлежности к масонству. И вот он мне сказал, я, говорит, принципиально верхнюю пуговичку не застегиваю. Ну, вот нам, христианам, православным, как относиться к этим вот моментам, о которых мы узнаем. Допустим, если пиджак, то если обязательно по-масонски должна быть расстегнута нижняя пуговица. И если это без галстука, то обязательно должна быть расстегнута верхняя пуговица. Если пиджак, то нижняя пуговица. Вот что это за такие условности, как к ним относиться? Вот об этом пишет хорошо Яна Мускаменский в дидактике. Его считает отец мировой педагогики. Это высокое название. Очень высокое. У русских русской педагогики. Ушинской, а это именно мировой педагогики. И он говорит не носи плащ на одном плече как паяц. То есть как клоун. И все. Толковать не о чем. И он подробности как сморкать. И говорит при народах газа не пускай. Даже это описывает. Покажи во что чихал. Да я не чихал, я кашлял. Ничто нет. Вот он у нас отрок. Он не может привыкнуть, что чихать нужно платочек. Он на руке раз вот так вот здесь у тебя все брызги, все. а теперь везде берется и хлеб и подает нам как это назвать можно. Ему не понравится, но я уже много раз говорил это мучить не надо. Ну отдельно потренируйся. У меня сразу было. Не сразу. Сначала засвербел. У тебя платочек должен здесь быть и там ничего не должно быть. Я коробку сунул. И все. Сразу же в правом кармане в пиджаке и в брюках везде должен быть чистый платочек. Свернутый не скомканный. Свернутый вот он должен так быть по такому виде. Все. Зажал. Так и здесь. Мы сказали батюшке все правильно. Но дальше нужно благоразумно. Не так, чтобы куговичку расстегнул, он масон. Нет, это оттуда идет. Я говорю, смотрите, а Великая Отечественная война. 9 миллионов под ружьем. Миллионов? Ни одна пуговка не расстегнута. 9 миллионов. И а если расстегнута, наказан? Почему? Это говорит о собранности, о готовности слушать, привести себя в порядок. Я в армии увидел пуговичка одна не расстегнута, это не застегнута была, что из этого было. Как помню, сейчас его фамилия Подморлий. А что я должен делать? Так, положено по уставу. Да пошел ты. Говорит, наряд не в очереди. За что? За расстегнутой пуговицей. А я вижу это все. Я как там застегнул в армии в 61-м году, сейчас идет 2017, и я так и не расстегнул ее. Никогда. Почему? Я увидел наказывать за это. Я вижу, мой знакомый работает в магазине, и пуговица растегнута, так это. Я говорю, зачем? У нас такой порядок. Я говорю, застегнуть им нельзя, мы предупреждены. А почему это располагает покупатель, он видит мою такую раскованность, наоборот, он видит расхлябанность, неверность слову, что ты обманщик. Пуговица застегнутая говорит о собранности, о четкости, о понимании того дела важного, которое ты делаешь. у вас все перевернуто сейчас. Я знаю, галстук это чисто масокский аксессуар, порядок такой, если рубашка там у меня клеточку, то галстук носить уже нельзя. При каком свете, какой свет, варьируется, как. Меня знаток говорил, у меня тут был прямо дома. Он не масок, но знает это дело. К слову сказать, Валерий Сокольский, член нашей общины. Я раньше не замечался, посмотрел правильно, надевают они любой цвет, но только чтобы отдельно была белая, рубашка там синяя или какая. Что это означает? Ну, удавка, на которую тебя ведут и задают. А другие, которые, ну ты ему скажи, откуда, который галстук надел, он не басон. А мне так нравится. Зачем? Не может объяснить. я иду в университет и говорю, давайте сейчас будем спрашивать всех, кто в галстуке. Идет мужчина. Ну, видно, представительный. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, вы, наверное, преподаватель в университете, да? А вот галстук носите зачем? А без галстука вас уже за кафедру не пустят. Ну, я не приходил без галстука, поэтому. Ну, так все, 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 китайцы, малайзийцы, там какие, евреи, русские, все в галстуках. Все разное. И гитлер в галстуке стоит. И у русских, которые были в галстуках, а воюют между собой, значит, это международная организация. Это тоже не надо. А как только галстук снимает, верхние пуговицы, чтобы была расстегнута. Я говорю, если галстук, если галстук, она должна быть застегнута. Я о расстегнутой пуговице не знал. Это не означает, повторяю, что галстук, галстшея, тух, платок. Что я надел теперь шарф, платок, и я массон. Это потом его форма такая уже вышла. Одно время было галстук в виде шнурка, шнурок от ботина. Лишь бы хоть что-то было. Зашнулят тебя. За галстук и потащи. Музычка Билый Сашка прокурор за галстук таскал на Украине. Вот. когда наши где-то растегнут, я обязательно скажу, зачем. Уже я не о массонах говорю, а о разболтанности. Почему у тебя не застегнута? Ну, не понятно. Что особенного? Ничего нет? Ты объясни, зачем? Давит она тебе? Нет? Ну, ты ее отрежь. Зачем она тебе нужна? Зачем ее пришили? Потому что у всех рубашек они есть. Почему? Объяснить не может. Внимательно смотри, пьемут ли цифры. И вот теперь, у сатанистов знак вот, мизинец указательный палец показывает. президенты, артисты, колдуны, ну, собрали и показывают. И действительно стоят все, и Рейган, и все. Но это не означает, не означает теперь, что я играю с ребенком, и не отказали, или запущи глаза, и глаза. Я играю с ребенком. Меня увидели, и сразу за это засветили. Это сатаринские знают. Которые признают, я его не признаю. Испокоен веков это было играя с ребенком, козу ему показывали, козу. А это козел Бафабет. Это там у них. Или вот пятиконечная звезда. Знак сионизма. Правильно. Они его избрали. Но он был. Он был в старинных книгах, божественных. Стоит знак, звезда, звездочки. Оно не имело этого значения. А теперь возьми поперек яблоко, перережь там, в виде пятиконечной звездочки. Да что теперь, яблоки массоны, или сионисты. Ну надо же понимать, где и как. Но так как оно приняло, то утвердилось, мы рисовать не будем, носить на себе уже не будем. Слишком яркий знак. За звездою Булак. За звездою все проклятие, которое пришло. Это американское, американизм. Все эти штаты, все там звездочки, где идут. Вот, вылезли. Вот. Тут объясню вам. Это в связке идет с галстуком. Галстук, шея стянута, или расстегнуть. А теперь, относительно костюма, сколько там пуговец у тебя, 20-30, но ниже должна быть расстегнута. Он еще, но расстегнул я, или отпала она. Это им дается знак. Между собой сообщаются. И они написывают. Мы сидим на каком-то приеме, а я думаю, сидят бараны, и не знают, кто с ними. То, другое. То, на против меня сидит человек. Я бы тебя загнул, да ты бы знал, кто я. А тот на меня посмотрел, говорит, то ли мысли мои понял. Вперед вилку, и нож перекрестил под углом определенного. У меня глаза на лоб полезли. Он почти на 10 ступеней выше меня. Я ложку тоже положил в таком направлении. Показал, готов, слушаю, к исполнению. То есть, это басонская символика, атрибутика. И это им надо знать. А мне, как бросил, ложка, вилка, там, я вилку вообще не признаю. Там, Иногда у людей бывает нож, это череп. Но, мертвая голова, у Гитлера были особые отделы. Это не означает, что... А у нас на иконе, на распятие, череп внизу, а череп отдам. Что теперь, отрезать нам? Они появились позже, позже взяли. А этот от первых веков идет. Мы должны бояться черепа? Нет, конечно. Так и пуговица. У них это, ритуал, он обязан. А у меня мне жаркое дело, если я расстегнул, мне никакой роли не играют. Абсолютно никакой. Спросил, ты подчиняешься какому-то уставу? Нет. Я в церкви, все у меня полностью расстегнуто. Полностью. Но вот я подхожу под благословение к иконам. Я всегда стараюсь застегнуться на все пуговицы. Показать собранность. Показать. Себя я более обтянут. А мне жарко. И как только подходить, я отошел, опять расстегнулся. Такое порядок. А то, шестиконечная звезда, это знаки имейства, это пришествие Отечества. Насколько таких есть плодов, когда разрежешь, а там шестиконечная звезда. А то еще теперь этот плод выбрасывать. Надо благоразумно быть в любом деле. Вы батюшке сказали, он узнал. Он какое-то отношение к этому имеет? Нет, не имеет. А верхняя пуговица растет. Я ни о чем. А верхняя пуговица, я спрошу. А зачем вы ее растерете? Зачем? Вы где-то видели это дело? Она вам не нужна? Где вы научились? А вот говорят, вот так. Я говорю, там ассона. Тут явно ты слепой подражатель. А относительно пуговицы я узнал совсем недавно. Их устав читал. Вот так-так. Я никогда не обращал на это внимания. Но я видел, что у Хрущева две пуговицы и нижняя всегда растерянная. Почему? Пузо не вмещается туда. Пузо не вот такой. А у меня ничего нет. Кожу вот так, если ты перегнешь на животе, чтобы она не занимала по толщине более 12 миллиметров. Это предельная норма. А выше уже ожирение. А то сейчас боятся шестерки. Это ужас как. Приходят они, все, Антихрист пришел. Я говорю, а как узнали? Я сейчас шел, я прямо видел знак. На здании знак 666. Время вечернее. Пойдем посмотрим где-то. Что смотреть? Я по этой улице не пойду, обходить буду. Подходим вместе. А там написано 5666. Сберкасса. Я говорю, Сберкасса, ее порядковый номер. Да вы что? А я прямо отпрыгнул от этого. Говорю, надо же, уже масона тут центр завели. А на 666 страница для тебя сакральность носит. Ну, нельзя так. Есть люди, которые в новых паспортах находят внизу игру. И тифлюшка такая. А если внимательно смотри, там шестерка. А 3 страницы 666. Ну, я надо могу сказать, что в сумасшедшем доме на валенке женятся. Потому что другого у меня еще нет. вот такое дело. И еще, Игорь Михайлович, вот в первые о масонах самое слово такое, я узнал, когда читал в школьные годы роман Льва Толстого «Война и мир». Когда Пьер Безухов вступил в какое-то общество масонское, но оно ему не понравилось. А потом из истории знаем, что все декабристы были поголовно масонами. Но ведь известно, что все дворяне наши, как правило, были православными людьми. И вот как ужелается вот такое вот членство православного христианина, он во всяком случае как он себя показывает, с таким явлением, как членство масонских ложек. В множестве возможно. Явлечь ли такой христианин действительно православный? Или это сказать, для него это не все лучше же, как это бутафория, подъемка, чтобы не отделяться от других и не вызывать в себе никаких вопросов? Мне как-то припитывалось книгу читать, я не помню ее, но написано, что для масонов в порядке вещей принимать лечебный православного христианина кому угодно для того, чтобы быть в доверии в том сообществе, в котором он находится, не выдавая свою подлинную сущность. Вот такие двойные стандарты. Я считал это в Росстанях Якуба Колоса белорусского приходит учитель с батюшкой и играет в карты. Поиграли и он говорит, батюшка, раз в году мне справка нужна, что я исповедался и причащался. Правительство так установило. А он мне и свалился и не причащался. Батюшка, не знаю, ну ладно, отпускается, и написал ему справочку и все. Так, не так, но в Иге показано так. Может быть, сколько угодно. Сколько угодно. Я не знаю сейчас где, вроде на Украине, обнаружилась банда, которая грабила машины, отнимала, перекрашивали и продавали. И оказался во главе банды служащий священник, православный. Как они эти машины, все обнаружили когда до конца. И батюшка стоит здесь же, машина. Что они делали с шоферами, я не знаю, не помню, даже не написано было. Так вот, на это надо смотреть, тот человек что-то закладывает или нет. А раз с галстуком связано это масонское развязал галстук и расстегнися, то это сильно бросается от назад. Пуговица на пиджаке нигде она нищей не связана, просто у них принято. А у меня на пиджаке одна пуговица, одна. Другой нету. Чтобы не распахнуть вот она висит, пиджак, одна пуговица, снимите мой пиджак, поднеси сюда. И здесь она или нет. Вот здесь, черный пиджак, есть в углу? Нет, куда пошел? У меня крайняя правая. нету? Нету, значит я не надел. Другой нет. Ну и что теперь? У меня она одна. У меня ответ расстасает. И нижняя, ее нельзя назвать ни ниже, ни выше, она одна. Значит, для себя они это завели, чтобы по каким-то признакам, вот как у евреев, пести. Пести, пести, эти волосы здесь. А зачем? Я спрашиваю, зачем? Не знаю. Я говорю, сражения. Раненые были, выносить надо. Врачи вообще длинные, они здесь небритые, косые здесь. Он понимает, это наш брат иудеи. Он его берет, тащит. А у язычника нету этого. И поэтому благоверные, чисто партненные, они никогда не стерегли голову к углу. Они заботились. Ну, бывает так вот, спрашиваешь, вот, Господь вывел его Гедеона, через Гедеона 32 тысячи. Он вывел людей и говорит, согласно закону, кто боязливый, может вернуться. Я тоже боязливый. Все, назад. Осталось там 10 тысяч. Он вывел их к потоку, теперь кто как будет пить. А они стали пить прямо из реки, а другие ладони лакали, как псы. Таких было всего 300. И имя он одержал победу. Чтоб победу никто не приписал человеком, но Богу. Ну, почему именно это? Я вас спрашивал. Вы что отвечаете? Почему именно те, которые наклонились к воде, не годные, а которые не наклонялись, те годные? Почему? Ну, я этого не могу сказать точка, но то, что по наблюдению все животные свою мордочку тянут к миске или к пище, ну, а человек, он имеет руки, наоборот, руками свою пищу подносит к рту. одной рукой, чтобы подносить, такого нету нигде. Где ручей есть, все сто процентов наклоняются и пьют. Бывает, двумя руками поднимают и пьют. Но чтобы одной рукой этого нету. Я не видел за всю жизнь ни разу, чтобы именно пить. Попробовать хлебнуть маленько может, а то обычно так под струю голову подставил, напился и пошел. тут речь идет о том, что они вышли сковажным врагом на войну. И враг делает везде засады. Бдительность должна быть максимальная. Те люди, которые наклонились к воде, они не могли держать в руках оружие, если бы намокло, поэтому оружие они положили рядом, наклонились и напили. Пока положили рядом, а там из-за камня любая стрела могла. Эти же не наклонялись. Он держит оружие в руке, почерпнул налево направо опять почерпнул. Вот такие нужны люди. Строгие, внимательные, бдительные. Больше тут ничего не сокрыто. Почему животные наклоняются, пьют? Никакого отношения животные не имеют. Речь идет об оружии. Оно в руке, оружие в руке. А эти отложили. Отложили. А когда пить начинал, там еще году может надо было разобрать. А пока попил, встал, глаза не туда смотрят. А в это время стрела прилетит. Мавитяне, когда шли израильтяне, они за ними следом шли. Ну бывает женщина с ребенком отстала, там за кустик зашла, и они убивали ослабевших. И поэтому сказано, мавитяне никогда не войдет в общество Господне ни в пятом, ни в десятом колене. Амаликяне, да? Амаликяне? Ну а какие там были? Там написано кто? Вот так. Причина одна. Враг, лидительность, убийство, сохранение себя. Еще больше в этом нет. Триста человек глазом не моргнули, оружие на секунду не выпустили, а лакали и глинили. Все на то. Толкование никогда не дается и никак. А ложное, ты, если верующий, оно тебе не пристанет никак. Вот я сказал о кубинце, я прочитал, мне никакого следа не оставил. Я расстегивал ниже кубинцы и буду расстегивать. Почему? Удобно наклоняться. Значит, я натягиваю костюм, все видно. И никакого отношения к я к ним не имею. Да тут и нет никого. Знак давать, что я мастер, тоже нет никакого. Да и кого я нужен? А подгонять под цифру 666-666-й километр, страница в книге, но я сказал, это никуда не годится. Надо быть внимательным и знать куда. Куда применить это? Нашего покойного батюшки делают разницу между чем-то и исчез. Нашего покойного батюшки от Мадрита Зосима настоятеля Свято-Васильевского монастыря Денинской епархии было выражение такое «Во всем должно быть благоразумие. Идите, говорит, чады мои, по золотой середине, не шарапаясь ни вправо, ни влево». Вот он говорит «Благоразумие относительно ко всему». Тут тайны никакой нету, что открытие сделать, золотая середина, об этом затаус говорит, все, вы просто не знаете. Хотели как лучше, а получилось чем Дамырдин сказал, так еще Дамырдин сказал, до него тысячу это-то говорили. Но люди от него услышали, ему приписывают. Все на этом? Да. Все. Слава Христу! Сейчас не уходи, сейчас много, еще что-нибудь давай. Чтобы не больше полчаса было.